МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уходящая неделя здесь, в Омске, выдалась апокалиптичной. В Амурском поселке на полном ходу разваливались трамваи. Перекопанный Любинский проспект гремел костями древних людей. А современные физические лица, увязшие в долговой яме, улыбались банкротству. Вот что бывает со стабильностью, когда губернатор уходит в отпуск. В эфире информационно-аналитическая программа «Омск. Здесь». Здравствуйте. Кривая подача. Почему областные чиновники меняют правила игры на старте сезона и бьют на отмашь омский спорт? Сирота болотная. Как за бюджетные деньги сделать жизнь невыносимой? Собственное расследование Анны Мартыновой. Не лает, не кусает, а детей спасает. Отчего лечат четвероногие врачи? Самой острой темой недели стал спорт. А вернее, деньги на его содержание. Их нет. Амички с мячом отлучены от областного бюджета. Девушки из волейбольной и баскетбольной команд могут отправиться по миру. Кто-то найдет себе другую с более стабильным и щедрым финансированием. Остальные останутся прозябать. Здесь, в Омске, в ожидании спонсорской помощи. Уж что-что, а ждать инвесторов, даже вопреки здравому смыслу, в омских коридорах власти умеют. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже. А пока надо отдать должное. Областные чиновники работают в режиме отфутболивания не в одни ворота, а по самым разным направлениям. Взять хотя бы тему дольщиков. Как далеко не закинь, она возвращается бумерангом, но лицам в начальственных креслах что в лоб, что по лбу. И пусть из зелени пока лишь полосы на фасаде, зато свой родной дом. Самое ценное и долгожданное ключи от квартир вручили дольщикам изумрудного берега. Жильцы со спокойной душой отмечают новоселье, а региональные чиновники с теми же эмоциями отчитываются об успешной борьбе с замороженными стройками. До сих пор в Омске в 21-м многоэтажку не могут заселиться люди. Если не в свой, то хотя бы рядом. Наталья Демина живет в съемной квартире напротив собственного дома. Ежемесячно семья платит около 30 тысяч рублей за аренду жилья и ипотеку такой близкой, но недоступной квартиры. Дом на улице Мишина, 10, должны были сдать в марте этого года. Как разбираться с этой проблемой, мы просто уже не знаем. Куда идти, кому жаловаться. Мы приобрели квартиры за свои деньги. И теперь мы не можем найти правду за свои деньги. Нагло смеются в лицо и закрывают двери. Просто вот как жить в такой ситуации, я не знаю. Уже хочется рыдать, я не знаю как. Как объяснить ребенку, почему до сих пор она не живет в своей квартире, в своей комнате. Самим дольщикам скоро будет нечего есть, но застройщик агентства жилищного строительства Омской области накормит обещаниями. В последний раз объект сдать планировали 30 сентября. Сейчас он готов лишь на 80%. Квартиры предназначались для молодых семей, врачей и ветеранов боевых действий в рамках президентской соцпрограммы. Все квадратные метры выкуплены и недостатка в деньгах застройщик не испытывает. А затягивание сроков объясняет недобросовестной работой подрядчика – спецэлектромонтаж, которого к тому же подозревают в хищении 28 миллионов рублей. В свое время подрядчик нарушил графики производства работ, в мае практически полностью остановил работы. В ходе строительства у нас выявились определенные недостатки, и в том числе нарушения закона. На сегодняшний день работы ведутся очень неактивно, поскольку проводится экспертиза на объекте. В конце октября, соответственно, выдадут заключение экспертизы, где мы определим сроки завершения строительства. Похоже, Новый год дольщикам придется отмечать в чужих квартирах. А вот отказ от медлительного подрядчика может дорого обойтись жильцам. Конкурс на новую строительную фирму займет несколько месяцев. Уже семь лет тучи не расходятся и над дольщиками Ясной Поляны. И хотя на бывшего главу РОКОСа депутата Заксобрания Омской области Хабулдушу Шубаева завели уголовное дело, за растрату средств дольщиков. Сдача домов вновь откладывается. Ускорить процесс должен был новый инвестор, как оказалось, со старой фамилией. Учредитель компании, готовый вложить деньги, брат Шубаева. В конце сентября трём сотня мамичей обещали новоселье, которое в очередной раз переносится. Жена умерла два года назад, не дождавшись квартиры. Вот такая история. А вообще власти наплевать на людей. Крупные фирмы-застройщики – не гарантия скорого заселения. Дольщики микрорайона «Академический» пообещали поселиться в палатках напротив стен правительства, что комфортнее их долевого жилья. В проекте компании СУ-155 домов в 22 этажа, высота потолков – 3 метра, фонтаны. На деле за два года только фундамент. Всего в городе своих квартир ждут 3000 человек. Многие признаются – никакой поддержки от региональных властей. При такой статистике хладнокровию областных чиновников остаётся позавидовать. Они находятся под контролем. По ним разработан у нас план мероприятий по дострою каждого объекта. То есть там разные варианты достроя. План мероприятий утверждён губернатором. Запланировано в текущем году ввести ещё как минимум 5 объектов из числа долгостроев. Восьмой дом Ясный поляне, это у нас дом Ваврубелёва. По микрорайону «Академический» это постоянно на контроле. У нас ход работ на этом объекте. То есть сейчас ведётся работа бывшего застройщика с новым застройщиком. А мечи не одиноки в своей горькой доле. Строительство примерно 700 проблемных домов заморожены в 62 регионах страны, включая Москву, Уфу, Тюмень, Владивосток. В Новосибирске 80% жилья возводится по схеме долевого участия. Люди уже не ждут окончания строительства и заселяются в недостроенные дома. Солнечный берег, Ясная поляна, Кассиопея, Лондон парк. Красивые названия, будто насмешка над обманутыми дольщиками. Схему один на один с проблемами предлагают изменить в Минстрое России. Там готовят поправки в законодательство. Между дольщиком и застройщиком предусматривают банковскую прослойку. Речь о заморозке средств до завершения строительства, либо повышении контроля со стороны банков над их распределением. Кроме того, звучат предложения к 2020 году вовсе отменить долевое строительство жилья. Слишком жжёт репутацию власти нелёгкая доля россиян. Парадокс. Пока вожделенные ключи звонко бренчат в грёзах дольщиков, кому-то порог собственного дома является в кошмарах. Ночных и дневных. В общем, круглосуточных. И в этот раз речь не о бойких жителях скандального микрорайона Рябиновка, которые власти спуску не дадут и молчать уж точно не будут. Наш следующий материал о детях, которые уже выросли и навсегда упорхнули из дома. Детского. Мам и пап у них нет. И вся надежда на помощь государства. Говорят, сироту каждый обидеть может. Но только не омский губернатор. Виктор Назаров человек неравнодушный. Отлично. Знающий, что дом полная чаша, достается единицам счастливчиков. А остальным детдомовцам не позавидуешь. По официальным данным, сегодня в Омской области 5039 детей-сирот застряло в очереди на жильё. В этом году лишь 133 человека получили квартиры. 115 в городе, 18 на селе. Впрочем, можно не сомневаться, омское правительство на улице не оставит. А вот куда поселит и не отправит ли к чертям в болото, Анна Мартынова провела собственное расследование. Омрачить этот день не способна даже холодная октябрьская погода. Ведь сегодня из рук губернатора 12 детей-сирот получат ключи от собственных квартир. Всё лучшее детям. 33 квадратных метра жилой площади на каждого ребёнка. В Тюкалинском районе под прицелом телекамер ключи от новых квартир детям-сиротам вручает губернатор Виктор Назаров. Говорят тепло, очень даже. Дети тоже маленькие, бегают, голышом, грубо говоря, никто не замерзает. Жалобы в прокуратуру, обращения в суды, почти 10 лет ожидания. За это время они уже давно перестали быть детьми, обзавелись собственными семьями. У каждого по двое-трое ребятишек. Детскую площадочку мы тогда поставим здесь, чтобы уже было нормально, комфортно. Поэтому возьмите это как поручение. Подарки, аплодисменты, пресса. Кто бы мог подумать, что в это же самое время по соседству со счастливыми обладателями новых квартир Другой дом, где тоже живут бывшие детдомовцы. Он тонет в болоде. Главе региона во время рабочего визита в Тюкалинский район его решили не показывать. Были вот только жильцы из минумущества. А вот знаете, да, что у вас тут торжественно открывали, да? Конечно, знаем и видели все. Да, ну и как там? Ну вот как-то было обидно, прям до слез, да, Кристина? Вот так-то. Этот дом приобретен областным министерством имущественных отношений полтора года назад для четырех сирот. Теперь все четверо друзья. По несчастью. Вселили их сюда зимой. Обыденно как-то втихаря вручили ключи от квартир. Мы как только заехали, у нас двери замерзали, вода замерзала. Постоянная сырость на полу, вот вдоль стены-то вся вода стояла. Наверное, некачественно утепляли, кто и как понять правильно это. Но вот сейчас исправляют, пол сразу сгнил вот за зиму. Зиму сироты как-то пережили. Однако весной стало понятно. Дом стоит на зыбкой болотистой почве. Когда мы получили квартиру, над нами все начали смеяться. Да что вам дали, как называли. И избушка на курьих ножках, и скворечник, и всякое разное. Ну в общем так обидно, есть вот обидно. Обидно. Обидно, что за счет таких, как я, они вот, мне кажется, просто деньги отмывают. Стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот в Омской области – 31 тысяча рублей. На строительство этого дома в общей сложности затратили почти 4 миллиона. Можно было, мне кажется, за эти деньги купить хотя бы однокомнатную. Да хоть любой дом на земле, хоть маленький, но чтобы он стоял нормальный. Конечно, обидно, что дали вот такое жилье вообще. Здесь не знаю. Представитель компании-застройщика Павел Власов рассказал нам, что в Тюкалинской администрации чиновники, ответственные за выделение земель под строительство, прекрасно знали, что болотистый участок предназначен под дом для детей-сирот. Кроме того, он уже заранее, еще до строительства, нашел покупателя. Министерство имущественных отношений области, по словам Власова, без аукционов и торгов согласилось приобрести дом по максимальной цене. Знали все заранее, до кого вы строите? Было такое? Конечно. А как на вашу все вышли? Ну, тебя покупать? Я был случайный, можно сказать, разговор. Информацию я получил просто-напросто, приехал в Министерство имущественных отношений, узнал, что у них существует дефицит квадратных метров. Поступило предложение помочь Минамуществу и тем самым заработать деньги. Помогал региональному Министерству имущественных отношений и зарабатывал бизнесмен, как мог. Какой смысл строить качественный жилый дом, если фактически его уже купили без всяких оговорок про соблюдение строительных норм и правил? В болото строитель решил засыпать глину. К слову, ее он взял с существенной скидкой. 50 большегрузных камазов не довезли этой самой глины до ремонтируемых тюкалинских дорог. Потом, значит, я нанял 50 или 60 камазов глины, нигде это не показав, потому что здесь работали дорожники. Если я покупаю глины и плачу наличными, то получается я ворую дорожников, правильно? Это уже прокуратура. А вы дорожников купили? Ну а кому? В России, как известно, две беды. Дураки – дороги. Или скорее их отсутствие. А в основе всего Карамзинское воруют. Вот и получается, шагнули воспитанники за порог детского дома прямо в болото. Чиновники из Тюкаринского муниципалитета и Министерства имущества им, конечно, сочувствуют. Однако помочь ничем не могут. Там же 4 миллиона бюджетных денег зарыто, получается. Вот на этот дом зарыто в землю 4 миллиона. Я вам скажу, значит, мое личное мнение. Значит, цена, которая 4 миллиона, если на квадратные метры переложить, там где-то получается 30 тысяч квадратных метров, это очень хорошая цена. Это очень хорошая цена. Значит, и вот видите, у нас вот эта система, система торгов, конкурсов, значит, сметы вообще, она, на мой взгляд, очень несовершенна. И поэтому вот мы сейчас ходим и говорим, вроде бы все поступили по закону. То есть серьезно все сказали, что все по закону, да? Да. Еще один район – Колосовский. На окраине села каждый год появляются новые дома. Однако желающих жить в таких условиях немного. Дома стоят, опять же, на болоте. Мы вот стоим в грязи прям по уши. То есть они, даже шлака, никто ничего не может засыпать. А вот Наталья бежать некуда. После 10 лет ожиданий и надежд, эти 33 квадрата стали настоящим разочарованием. Да, у меня ребенок вот в этой осень, ой, в этой весне очень не утонул. Да? Ну, вот так вот ушел в землю. Ну, и я туда делаю? Прям вот в воду, вот в эту, да? Нет, вот здесь в огороде у нас, вот здесь земля. Прям туда я его вытаскивала. Это потому что болото, да, дом на болоте? Строительство на этом месте, несмотря на многочисленные жалобы жильцов и элементарный здравый смысл, ведется несколько лет. С завидным постоянством региональная власть топит в болотной трясине деньги из федерального бюджета. Ни мусорки не увезти, ничего оставят, шлепают. Нет ни земли у них, ничего, никому. Лишь бы только отвод сделать, голос, и все. Только на показуху, только так, только так, больше никак. Ничего здесь сделали, вот дома. Что, мест других не нашли или что? От нас жильцы на болоте узнали, сколько денег, по крайней мере по бумагам, затрачено на строительство их жилья. Озвученная сумма стала настоящим шоком. Ну, за миллион его продашь? Нет, конечно, ну что, это же не Омск. На одну половину миллион с чем-то? Да нет, да вы что? Это больше не по карману раскидали. Ну, правда, ну не может здесь быть. На одну половинку миллион, да нет, это просто, это смешно. В мире есть примеры, когда ради последующей выгоды строятся микрорайоны и даже целые города, в которых никто не живет. Например, в Китае. Дома здесь пустуют годами. Но бизнесмены и власти знают, рано или поздно квартиры начнут продаваться и значительно вырастут в цене. Возможно, именно на это надеются и омские чиновники. Иначе, как объяснить появление вот этого микрорайона на окраине Больших Уков? Несколько улиц абсолютно новых, пустых домов. Я не знаю, почему, вот там тоже, вот на углу стоит, там тоже никто не живет. А нет-нет, приедет, что-то там фигу знает и как-то. Ну, в общем, вы платите коммуналку, следите за домом, да? Да, просто коммунальный платим, там у него долг вот за него был. Мы там долг заплатили. Ну и так смотрим, что это. Ну, а ему какая разница? Бывшие детдомовцы уезжают от безработицы и безденежья подальше от Больших Уков. Кто в город, кто в районы поближе к нему. А пустые квартиры – теперь напоминание о потраченных в пустую бюджетных миллионах. В Таврическом районе, чтобы добраться до детей-сирот, нам пришлось переобуться. Иначе утонешь. Когда они с садика возвращались, подскользнули и упали. У меня ребенок упал полностью с головой. А я до этого с головой в грязь, в смысле, утонула. То есть в воду, да. То есть Ваня упал, он ее как бы вытаскивает, а она тут же опять туда уходит под воду. В пятницу у ребенка температура поднялась, вызвала педиатра. Педиатр не пришел, потому что грязь. Она сказала, я не пойду к вам. И все. Неужели нет сухого места для строительства? Оказалось, есть. Но не для этой категории граждан. Первые дома это пошли одолеть этим сиротам. Там еще бюджетники могут тоже попали. А у вас весь Таврический район стоит на такой наболотистой местности? Нет, нет. Это место у нас, да. Муниципальная власть самоустранилась. Дорогу новоселам из числа сирот даже не обещают. Говорят, слишком дорогое это удовольствие. Нас вообще не слышат чиновники наши. Я считаю, мы для них как интернат, мы мусор. Качеством строительства домов для детей-сирот заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки будет проанализировано соблюдение законодательства как органами власти, так и заказчиками, то есть получается и исполнителями, то есть строительными организациями, которые осуществляют проведение данных работ. Кроме того, будет дана оценка земельных участков, на которых и идет строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не прошло и года, как Ирине Труновой, сиротестью Калинского района, губернатор вручил ключи от нового дома. Ей казалось тогда, что после стольких лет унижений начнется новая жизнь. Теперь все будет иначе, что ее дети вырастут в собственном уютном теплом доме. После того, как открыли с помпой, как-то продвинулось дело? Может, действительно вам что-то сделали? Ничего. Вот я хожу, я меня в администрацию уже знаю, то есть там фамилию говорить не надо. Заходишь, нет средств, нет средств. Я говорю, давайте сделаем дорогу. Мы не просим, в принципе, асфальт, нам не надо асфальт. Хотя бы там щебенкой или кирпичом засыпать. Нет средств, у нас планы такие. Через пять лет приватизируем, продаем, материнский, и бежим отсюда. Жилье для детей-сирот – один из показателей эффективности работы региональной власти. А потому исполнение данной социальной программы находится под постоянным контролем Станислава Гребенщикова, министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместителя председателя правительства. Никто из представителей подведомственной ему структуры ни разу не нашел нарушений при возведении жилья для детей-сирот. Оно и понятно. Не для себя строят. Что ждет амичку и баскетбольный клуб «Нефтяник Авангард»? И возможно ли высокие достижения в спорте без бюджетных денег? Об этом через несколько минут. Не уходите, реклама будет короткой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр, запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская 213-Б. Телефон 666-432. Центральную часть нашей программы мы решили посвятить высоким достижениям. Тем самым, которыми мы, простые амичи, гордимся. Тем самым, которые так любят записывать себе в актив люди во власти. Тем самым, которые оказались вдруг не нужны. Омск все реже называют хоккейной столицей. Про футбол здесь говорят с ехидством. Про баскетбол вообще часто забывают. А о волейболе теперь скорбят. Спорт в Омске переживал разные времена. Но даже в самые тяжелые от него не отказывались. Ни эпидемия ТИФа в 20-х годах прошлого века, ни тяготы послевоенной жизни в конце 40-х, ни развал страны в 90-е не сломили омский профессиональный спорт. И уж точно нельзя говорить, что денег в казне тогда было больше. Андрей Блохин вспомнил прошлое, чтобы понять настоящее. Лето 1920 года в бельгийском Антверпене проходят Олимпийские игры. И параллельно с ними в Советской России, в Омске, открывается своя первая Красная Сибирская Олимпиада. Это событие забыто сегодня, но тогда оно взбудоражило всех. Был торжественный парад открытия, спортсмены шли с красными знаменами. Все спортсмены получали красноармейский паёк, жгли костры, варили кашу. Плавание в гавани яхт-клуба на Иртыше, тяжелая атлетика в цирке, церемония открытия Олимпиады и футбол на ипподроме. Весь город был накануне завешан плакатами, объявлениями. И это, представляете, всё в полуразрушенном Омске с эпидемией ТИФа. В спорте увидели первое, конечно же, это объединение наций, объединение народа и создание какой-то особой своей идеологии, с помощью которой можно было влиять на население. В конце 40-х в Омске и во всей стране после победы в войне над Германией, как в начале 20-х, вновь тяжелые времена. Но поднимает голову новый вид спорта, который через несколько лет станет спортом номер один в прелитышье – хоккей-шайбой. В ноябре мы будем отмечать 65-летие омского хоккея. То, что сейчас стало авангардом, в 1950 году называлось «Спартаком». И даже неловко говорить, с чего всё начиналось. Поскольку шайб никаких не было, то брали лошадиные какашки, заливали их водой, и это у нас была шайба. Не поверите, прямо пачками ребята играли в эти вот лошадиные шайбы, как я говорил. В обкоме партии работал тогда Попов Яков Михайлович. Это был замечательный человек и страшный болельщик хоккея. И он делал всё для того, чтобы этот хоккей развивался. И было решено пригласить хоккеистов для учёбы в Институт физкультуры. Надо пояснить, в те годы профессионального спорта в нашей стране официально не существовало. И чтобы у спортсменов были хоть какие-то деньги, их устраивали в институты, где молодым людям платили стипендии, и на заводы, где они получали зарплаты. Содержать команду было очень тяжело, потому что не как сейчас. Штаты, ставки, всё. Тогда только устраивали где-то незаконно, с лесарями, токарями, дворниками на заводах и все. И поэтому команду спартаковскую меняли и передавали по договорённости, благодаря Попову Якову Михайловичу из обкома партии, предприятиям. То в аэроплот отдадут, то в локомотив отдадут, то отдадут на шинный завод, то на завод СК. Культура и спорт были в приоритете в нашем регионе в самые непростые периоды истории. Именно поэтому в лихие 90-е, когда в России годами не выплачивали зарплату, в Омске была построена библиотека имени Пушкина, крупнейшая за Уралом. Именно поэтому тогда в городе не прекратила своё существование ни одна спортивная команда. Было тяжело, но продолжали жить в Омске и хоккей, и футбол, и баскетбол, и волейбол, и гандбол. Мы говорили, занимайте деньги, как-то ищите, мы всё равно их вам вернём. Занимали, у нас Николай квартиру закладывал один раз. И у хоккеистов, да, и у Юхин денег добавил, займли. Потом министерство рассчитывалось, потому что не говорили, что закроют. Просто вот временно денег нет. Тогда будут деньги. Тогда и... А сейчас получается совсем, что ли, их нет? Спорт – это не только здоровье. Спорт – это больше, чем голы, очки и секунды. Спорт – это надежда на завтрашний день. Это дверь в будущее. И если мы уничтожаем спорт, мы закрываем для себя и своих детей эту дверь. У омской женской волейбольной команды, кстати, в этом году большой праздник. Правоприемница Спартака, Амичка, отмечает 50-летний юбилей. Но вместо подарка девушкам подложили что-то похожее на свинью. Омским кошкам придется гулять самим по себе. Хозяин наигрался и выбросил. В смысле, пообещал отдать в хорошие руки. Но только где они? Вслед за новостью об отказе в бюджетном финансировании Амички прилетела следующая подача. БК «Нефтяник Авангард» тоже лишился денег. И в клубе грядут сокращения. Но и это еще не все. Мой коллега Максим Кабаненко восстановит хронологию спорных и опасных моментов чиновничьей игры. 2015-й – это не год спорта в Омской области. Скандал за скандалом, связанный с командными видами спорта. То футболистам Иртыша намекали на то, чтобы притормозили на финише чемпионата, чтобы, не дай бог, не вышли в первую лигу. Ведь на выступление в ней клуба в муниципальном бюджете денег нет. То из-за финансовых проблем в нишу лигу опустили мужской баскетбольный коллектив БК «17-16». То вдруг выяснилось, что волейболисткам Амички не платили зарплату. И понеслось. Многомиллионные долги перед игроками, неприятные публикации в местных и влиятельных федеральных СМИ. Еще в середине прошлого сезона стали появляться новости о том, что Амичка не рассчиталась со своими лидерами. Задолженность была перед Натальей Мамадовой, Еленой Юрьевой, Нэнси Карильо. Как итог, большинство волейболисток и весь тренерский штаб по окончании чемпионата разъехались по другим командам. А агенты игроков обратились в спортивный суд в Лазанне. В дело пришлось вмешаться Европейской конфедерации волейбола. Из-за долгов сибирского клуба Натальи Мамадовой, теперь уже игроку швейцарского Валеро, Амичке запретили заявлять в состав иностранных игроков. Таковы правила цивилизованного спорта. Минувшим летом в волейбольном клубе объявили обет молчания. На любые просьбы дать интервью журналисты слышали только гудки в телефонной трубке. В это же время на сайте арбитражного суда Омской области появилась информация о том, что волейбольный клуб Амичка задолжал агентству «Проспорт» за игроков более 7 миллионов рублей. Наступил сентябрь и вновь избранный губернатор Виктор Назаров на заседании законодательного собрания заявляет, Амичка будет отрезана от бюджетного финансирования. Мы сейчас решаем вопрос перенести нагрузку бюджета на содержание команды на спонсорские деньги. Сегодня эту работу ведем с рядом компаний. А пока в министерстве заняты поиском спонсоров, пренеприятнейшая новость пришла из Лозанны, где находится штаб-квартира Международного спортивного суда. На сайте worldofvolley.com появилась информация, что клуб проиграл в суде и теперь должен выплатить бывшим игрокам басновсловную сумму – больше 1 миллиона 200 тысяч евро. В нынешнем положении это грозит разорением для команды. Но Амичка сейчас – это не единственная головная боль для Министерства спорта. Уже известно, что в правительстве решили отказаться от поддержки большинства команд региона. Особенно больно это ударило по женскому баскетбольному клубу «Нефтяник Авангард». А ведь в межсезонье игроков и тренеров пришел поддержать сам министр спорта. Александр Фабрициус уверял – деньги на команду есть. Сейчас эти слова – пустой звук. По сути, команда оказалась на грани расформирования. Баскетболисткам уже объявили о расторжении с ними контрактов. Денег на содержание клуба нет и не будет. Мы обязаны вас известить о том, что контракты с игроками команды будут расторжены через два месяца. Сегодня вы должны подписать уведомления. Согласны вы, не согласны. Но факт в том, что финансирования нет. По правилам руководство команды должно теперь отыскать для девочек альтернативное место работы. Но и тут проблема. Баскетболистки уже, как говорят спортсмены, заиграны за нефтяник в матчах Кубка страны. А значит, не имеют права выступать за другие коллективы. А с 1 декабря команда может прекратить свое существование. После таких слов игроки уже не сдерживали слез. До старта чемпионата осталось меньше двух недель. А потому до конца 2015 года девушкам остается только тренироваться. Выход один – искать спонсоров. От безысходности коллектив баскетбольной команды написал письмо президенту Путину. В нем игроки и тренеры просят о помощи и рассказывают о своих обманутых ожиданиях. Виктором Ивановичем были даны гарантии и обещания о финансовой поддержке нашего клуба. Баскетбольная команда «Нефтяник Авангард» в полном составе поддержала курс, выбранный губернатором. Однако, избравшись на новый срок, он о своих обещаниях почему-то забыл. Впрочем, сейчас клуб «Нефтяник Авангард» согласен и на понижение в классе, лишь бы сохранить команду. Но даже в этом случае нужны деньги – около 11 миллионов рублей. Хотели как лучше, а получилось как всегда. А может, просто ничего не хотели? Или кто-то другой хочет слишком многого? Стоит ли хоронить омский профессиональный спорт заживо? Писать гневные письма президенту и проклинать областную власть? Давайте попробуем разобраться вместе. У нас в гостях авторитетный автогонщик, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициус и главный тренер «БК «Нефтяник» Елена Лазуткина, которая давно хотела посмотреть министру в глаза. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо. Александр Соломонович, правительство Омской области отказывается от содержания волейбольной и баскетбольной команд. Понятно, что дело в бюджетном дефиците. Но ведь экономия касается всех отраслей. Почему наибольший урон нанесен именно омскому спорту? Ну, хотелось бы сразу сказать, что сегодня действительно достаточно сложная финансовая ситуация и в стране, соответственно, и, конечно же, во всех регионах. А то, что продиктовано минимизирование бюджета именно по игровым командам, связано с тем, что команды профессиональные, они находились у нас на субсидии, поэтому сегодня это именно данная субсидия на профессиональные команды приостановлена. Пока она приостановлена, еще команды не закрыты. У нас есть время, и мы сегодня обсуждаем, пытаемся доказать то, что команды должны играть. Пока у нас информация только по баскетбольному клубу «Авангарднефтяник». По «Амичке» пока ситуация у нас еще продолжается. И вопрос о снятии «Амички» пока у нас нет. А вот вы говорите с «Амичкой». Еще ничего не решено. Тем не менее, по «Амичке»-то было сделано самое жесткое заявление губернатора, я так понимаю, на законодательном собрании. Когда отыгралось все назад, и вот образовался этот люфт, что может быть все-таки здесь что-то еще и решится? По бюджету пока ничего не отыгрывалось. Я еще рассказал. То есть бюджетного финансирования точно не будет. По инвесторам и по нашим партнерам, которые готовы поддержать команду, ну, скажем, статусом гораздо выше. Это призеры чемпионата России. Но губернатор же любит волейбол. Решается, конечно. Виктор Иванович приходит и смотрит волейбол. Поэтому сегодня еще прорабатывает... Он готов его потерять? Конечно. Но я думаю, что нет. Сегодня мы прорабатываем все вопросы для того, чтобы команда осталась. А вот буквально полчаса назад мы поговорили с волейбольным агентом Владимиром Косторновым, где мы задали вопрос о том, какая, собственно, сейчас ситуация в команде. Давайте послушаем, что он сказал. Вся волейбольная общественность в курсе этой ситуации, что огромные долги существуют у клуба, целый вал судебных исков. И, насколько я знаю, что еще не все задолженности клуба по прошлому сезону погашены. Но, по крайней мере, перед моими клиентами за прошлый год еще задолженность, к сожалению, не погашена. Репутационные издержки, которые в данном случае несет клуб, если мы говорим об Амичке, конечно, они так или иначе скажутся на выступлении команды и даже на ее подготовке. Потому что мне, например, сложно представить, в каком настроении сейчас находятся волейболистки, волейбольный клуб Амички, который абсолютно не владеет никакой информацией о том, что реально будет с клубом. Я предполагаю, что им говорят очень простые вещи, что, девчонки, не волнуйтесь, мы вам деньги найдем. И я, например, искренне переживающий за эту команду, надеюсь, что руководство клуба действительно эти деньги им найдет. Но все мы прекрасно понимаем, и, наверное, девушки тоже прекрасно понимают, что это просто слова на данный момент. Мало чем эти слова могут быть подкреплены. При этом команда продолжает жить, тренироваться и готовиться к началу сезона. Ну, а с другой стороны, все понимают, что это начало сезона может вообще не состояться. Какова обстановка эмоциональная в баскетбольной команде? Я думаю, что примерно такая же. Может быть, немножко еще похуже, потому что руководство Аноцопа Вангард уведомило девочек о сокращении нашего структурного подразделения в Аноцоп с 1 декабря. То есть на данный момент. Ну, с 1 октября, да, по увольнению, то есть там как бы по трудовому кодексу два месяца полагается. Найти слова и эмоции для девчонок для того, чтобы работать в полную силу. Понятно, что это невозможно, но мы пытаемся. Я не ошибусь, если скажу, что вам были даны гарантии, гарантии давало правительство Омской области. Вот когда позиция поменялась? Неужели после выборов? Ну, честно говоря, да. Потому что перед выборами мы уезжали на Кубок России. И перед Кубками заходило министерство, мы сказали, езжайте, приедете, будем начинать чемпионат. Но после выборов как-то все резко у нас просто как обрезано. Я бы хотел добавить, здесь, конечно, сложилось, что у нас выборы были, но вопрос не в выборах. Бюджет сейчас только формируется, и мы министерствами подаем тот бюджет. И, конечно, как раз сложилось, и послание было губернатора после уже выборов, когда он вступил в должность. А здесь решение там до выборов, после выборов никакого значения не имеет. Ситуация, ну, сегодня с каждым днем меняется. Возможно, завтра, послезавтра она поменяется, и мы продолжим играть, может быть, с наименьшим бюджетом. Но мы продолжим играть. Ну, просто у нас время уже не терпит, и у нас надо начинать сезон. По Суперлиге мы перенесли игры, если заявляться в высшую лигу, там немножко позже. Но РФБ, наше баскетбольное, оно у них не терпит. У них 30-го числа был исполком, я просто людей уговорила, говорю, ну, поймите нашу ситуацию в нашем регионе. Все-таки надеемся, что что-то, ну, как бы разрешится, и что команда все-таки будет. Но все ждут до 5-го числа, просто, говорит, 5-го числа, потому что нужны расписания, люди покупают билеты, начало чемпионата. То есть, как бы... Во всех регионах вопрос стал ребром, и многие команды оказались в ситуации, подобной вашей. Ну, у нас есть команды, у которых сложилась такая же финансовая ситуация. Но на данный момент, это, допустим, была команда Воронежа, Санкт-Петербург. У них все выровнялось, и команды заплатили стартовый взнос. Мы даже не можем заплатить стартовый взнос и написать гарантийное письмо, потому что у нас реально нет гарантии. Александр Соломонович, вот вы сам спортсмен, и на самом деле, когда вы стали министром, это было в спортивной среде воспринято с воодушевлением. Потому что вы вот тот самый человек из спорта, который знает все проблемы изнутри. Скажите, вы пытались лично поговорить с губернатором, вот изменить его точку зрения? Мы говорили с Виктором Ивановичем, и сейчас у меня после вашей передачи встреч в Минфине, в нашем, где еще раз, я буду говорить о том, что нужно. Конечно же, переживая мне непонятна ситуация как спортсмену, но как функционеру, как министру, мне понятно, что действительно нет бюджета. В этом году мы отмечаем, думаю, что и будем отмечать, несмотря на все наши трудности, 50 лет омскому женскому баскетболу, команды «Нефтяник». И, конечно же, очень тяжело, что именно в этот год закрывается, но я думаю, что ситуация изменится. Если в этом году мы сможем где-то, может быть, в лиге меньше сыграть, либо, ну не знаю, даже не представляю такое, чтобы мы не смогли сыграть, то в следующий год, может быть, появится другая ситуация в стране, и мы сможем снова набрать команду сильную и продолжать наши традиции. Традиции их терять нельзя. Ну а то, что касается дальнейшего развития, у нас остаются школы и баскетбольная детская школа, именно не промена, и волейбольная, четвертая школа Олимпийского резерва, где играет у нас юноша, мы заигрываем, и студенческая лига, именно по игровым видам спорта. То, что касается нижнего слоя, юношеского детского спорта, у нас как бы все продолжает, и никаких изменений нет. А вот тревожные звоночки, кстати, поступают. Волейбольная школа-интернат, говорят, закрывается, детская, где занимались, ну, школьники, там, 8-9 класс, если я не ошибаюсь, вот они проживали в санатории Рассвет, и поступила к нам в редакцию такая информация, что их попросили на выход. Ну, слова попросили на выход нет. Сегодня мы слышали, что ситуация действительно прорабатывается. Я думаю, что как только будет найден инвестор, найден партнер, как бы команда продолжит играть в полном объеме. Мы открывали молодежную, как бы, команду для того, чтобы она пополняла, конечно же, у нас уже практически тоже. В этом году наш бюджет, бюджет Амички, изначально был, губернатор нам сказан, он уменьшился порядка 70 миллионов. Мы уменьшили, мы убрали всех иностранных игроков, мы взяли всех российских девушек, которые играют в Амички, и также, конечно же, занимались подготовкой наших юных волейболистов. Здесь еще раз хотел бы попросить всех и телезрителей, и вас тоже, еще дать нам время, еще дать паузу, не пока жестко говорить, что всех закрыли, всех убрали. У нас есть еще время для решения этого вопроса. Когда будет уже объявлено, что мы не сможем финансировать и не нашли партнеров, я лично приду к вам в студию и, со слов, наверное, уже примет решение Виктор Иванович Назаров, губернатор наш, я лично заявлю о том, что команды закрываем, но еще раз говорю, что юношеский спорт и все, что есть у нас с игровыми видами, оно все в области остается. Ну а резерв-то Амички, волейбольную школу поддержите, спасете? А мы все спасаем. Мы все спасаем. На сегодняшний день мы все спасаем. И надеюсь, что все спасем. Елена Ивановна, давайте поговорим о спонсорах. Вот вы сами искали? Да. И? Все отказали. Ну, во-первых, я записывалась приемную к Белявскому нефтезавод. То есть, потом я сделала повторный звонок для того, чтобы примут нас или нет. Мне сказали, что нас не могут принять и отказали. Ну, я обращалась к двум предпринимателям. Ну, не знаю, как бы, стоит ли об этом, как бы, говорить вслух, фамилии людей. Ну, один мне просто, говорит, я бы готов, но сейчас не могу, потому что ситуация в регионе такая, что я не могу брать гурс ответственности на вас, потому что нет финансирования областного. Даже ему область задолжала. Но в другом приемной мне просто отказали. Для нашей команды, которая имеет не такой большой бюджет, думаю, что наш нефтезавод мог бы реально быть нашим инвестором. Тот, кто всегда им был командой. Да, то есть 35 лет, в принципе, принадлежала нефтезаводу. А область с нефтезаводом договориться не может? Не моя компетенция, поэтому здесь я не могу ничего сказать. Вот вы знаете омский бизнес, вы знаете омские элиты. Татьяна, мы всех с вами, и вы, и я всех знаем, поэтому не будем их озвучивать. Я думаю, что они посмотрят вашу передачу и сами обратятся к нам, и мы сможем им предоставить хорошие условия для того, чтобы наши команды были заиграны в чемпионате. Ну, вот вы говорите, мы будем поддерживать детский спорт, да? Но хорошо, детям, детям-то надо на кого равняться. Ребенок ходит, занимается, искренне хочет этим заниматься, потому что он видит, что вот взрослая команда, вот успехи, достижения, поездки, медали, вот, есть цель. Абсолютно верно. Детский спорт нужен для того, чтобы вообще просто заниматься физической культурой и спортом. А вы посмотрите, Татьяна, вы посмотрите, команды высшего дивизиона, у нас более 80, да, федеральных и муниципальных, как бы, региональных отделений, но не везде же есть команда. У нас, если спортсмены тренируются по биатлону, да, у нас Яна Романова вышла сама, да, все. Остальные все едут в Тюмень, где есть прекрасная база, все. Все так же команды, Елена Ивановна набирает, там, не знаю, Сангарска, там, еще откуда-то, девушек, которые приезжают, где нету команд. Поэтому еду в другие регионы. Здесь в этом смысле ничего страшного, если мы будем готовить баскетболистов, волейболистов, футболистов, и они будут переходить в другие регионы для того, чтобы они дальше развивались. У них есть где развиваться, где будут их содержать какие-то корпорации. Елена Ивановна, вы грустная совсем. Слушаю, просто. Уже проплакали, уже проплакали, все, прогрустили, мы еще грустили. Думаю, все-таки, куда пойдут наши дети, если так получится. Потому что у нас реально создана своя пирамида, хотя мы команда на низшем уровне, но у нас есть свои дети, своя молодежь. И, ну, конечно, становится обидно, когда все сделано для того, чтобы, ну, дайте денег немного, и все будет дальше существовать. Но, тем не менее, какие вот вы видите пути выхода из сложившейся ситуации? Вы готовы дальше продолжать бороться, дальше стучаться в двери, дальше ходить к Александру Соломоновичу в кабинет, просить его поговорить с губернатором лишний раз? Или все? Это конец? Нет, ну, мы готовы на данный момент перейти в низшую лигу. Понятно, что лучших игроков в нашей команде не будет, бюджет будет в два раза меньше. Но это, как бы, одна из ситуаций, которая может спасти нашу команду. Я разговаривала с игроками, понятно, что у нас основные игроки уйдут в другие клубы, но большинство молодых игроков, которым еще они согласились за меньшее деньги, остаться у нас в клубе и играть в высшей лиге. Хотя бы, если такой вариант произойдет, то я буду очень рада, потому что я считаю, что этим мы сохраним нашу команду. Ну, просто мы должны умалять собственные способности, ронять свой уровень. Я не могу только понять одного, почему, если мы... Мы могли предполагать, что будет неблагоприятная экономическая ситуация, почему работа по поиску инвесторов и вот этих самых внебюджетных источников не началась заранее? Почему сейчас, когда команда уже выходит, они стоят перед фактором? Вы же знаете, когда деньги как быстро заканчиваются, либо как формируются бюджеты. Это сложилось июль, август, сентябрь. Три месяца, которых в стране, вы сами видите, и санкции, и все привели. То есть пока не было. Здесь что лукавит? Здесь никто не лукавит. И сегодня недофинансирование двух миллиардов на заработную плату всей социальной сфере. Сегодня не получаем уже месяц задержка по зарплате, там, две недели по зарплате задержка, потому что не набираем в Омске по налогам и не платим зарплаты. Сегодня мы не можем содержать команды, платить деньги. Представляете, какой социальный взрыв в обратную сторону, к нам, спортсменам. Что мы команду содержим, а заработную плату не выплачиваем ни учителям, никому. Я не думаю, что здесь какой-то крест мы ставим на спорте, на нем никто не ставит. Елена Ивановна, есть какие-то вопросы к Александру Соломоновичу, которые можете задать здесь, в студии? Вопросы у меня какие могут возникнуть? Пока я жду, все-таки надеюсь, что чем-то Министерство спорта может нам помочь для того, чтобы мы сохранили нашу команду. Потому что 5-го числа мы должны дать ответ, да или нет. Вот у меня вопрос. 5-го числа дадим ответ. Что делать, если будет все плохо, что делать мне с игроками, которым я смотрела в глаза, когда их приглашала? Есть такое, мы уже с вами обговаривали этот вопрос, поэтому здесь могу также смело говорить. Мы на контакте каждый день и с игроками, и с руководством клуба. Поэтому эта ситуация у нас известна. Ничего здесь добавить мы не можем. Занимаемся, будем стараться сохранить. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Реклама будет короткая, оставайтесь с нами. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр, запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Здесь не важна порода, а важен нрав, пушистость пса и внутренний мир его хозяина. Центр канистерапии «Лапу-друг» отметил первый день рождения. За год работы Центр реабилитации для особенных детей успел зарекомендовать себя далеко за пределами региона. Перенимать опыт уже приезжали делегации из Казахстана. В надежде на чудо сюда привозят детей с особенностями развития и инвалидностью из сибирских городов и деревень. Сейчас в Центре занимаются 44 ребенка, а «Лапу-помощи» абсолютно бесплатно готовы протянуть 15 штатных собак. Елена Погарская побывала в гостях у четвероногих целителей, которые не лают, не кусают, а дарят тепло и шанс на выздоровление. Ее детство уже не представить без десятков больниц и докторов. Но на прием к этим пушистым терапевтам Авелина готова бежать вне очереди. В три года из-за перенесенного отита девочка стала терять слух. Лечащий врач поставил неправильный диагноз. И нарушения заметили слишком поздно. Только спустя год после болезни, когда драгоценное время было упущено. Итог – тугоухость самой тяжелой – третьей и четвертой степени. Сейчас ребенок читает по губам. Как тебя зовут, серая собака? Грей. Рыги? Грей. Г-рей. Грей. Грей. Правильно. Грей. Молодец. Официальная медицина предрекла Авелине невозможность говорить и неизбежный слуховой аппарат. Но на этих занятиях девочка до сих пор обходится без него и активно общается с четвероногими приятелями. Родители, пробующие все способы спасти ребенка, после специального курса лечения в Казани увидели улучшение. И теперь поддерживают эффект с помощью канистерапии. Она сразу вошла в контакт. Естественно, некоторые моменты она недослышит. Но ей повторяют. Я помогаю. И, в принципе, ей нравится. То есть она всю неделю разговаривала и рассказывала всем, что она ходила на канистерапию, что там была Нюша. На эмоциональном фоне, то есть она становится более спокойная, уравновешенная. Канистерапия – это реабилитация. Это, конечно, не лечение, потому что вылечить те диагнозы, с которыми к нам обращаются детки, мы не можем. А вот помочь дать толчок в развитии ребенка с тем или иным диагнозом, конечно, собаки помогают. Потому что детки, которые приходят, допустим, с задержкой речевого развития, у них после общения с собаками появляются дополнительные звуки, слова. Есть дети, которые начинают говорить предложения. Сам термин PET или канистерапии в научный обиход впервые ввел американский психиатр Борис Левинсон в 60-х годах прошлого века. Во время сеансов он заметил у детей с аутизмом значительные позитивные перемены в поведении, когда рядом находилась собака. С тех пор в США и Европе разработаны целые программы реабилитации пациентов с помощью этих животных. Канистерапию признали полноправной областью медицины, а четвероногие доктора стали штатными единицами многих клиник, хосписов, домов престарелых и учреждений, работающих с особенными детьми. Какие проблемы можно решить? Это проблемы физического плана, в смысле двигательного. То есть, когда ребенку трудно что-то сделать, а собачка ему это помогает делать. Проблемы в общении, в социализации. Опять же, собака воспринимает ребенка таким, какой он есть. Она не видит в нем никакой ущербности, никаких недостатков. И ребенок тогда чувствует себя более уверенно. В России ГОСТ, регламентирующий подготовку собак-терапевтов, начал действовать только в этом году. Хвостатые помощники проходят обязательное тестирование. Их проверяют на тактильные реакции, громкие звуки и резкие движения. Они не должны лаять или рычать на пациентов, если те случайно причинят боль. Во время дрессуры добиваются полного послушания. Собакам во время занятий приходится подолгу сидеть или лежать без движения. На голове возьми. На голове у Нюши. Вот. Давай сравним. Какая у меня на голове шерсть? Длинная или короткая? Молодец, у Ница. На что похож по форме собачий корм и какого цвета бантиками украсить Нюшу? Вопросы, на которые обычные дети отвечают в секунды, для него задачи повышенной сложности. 17-летний Саша – незрячий с рождения. Всё это время рос без отца. Два месяца назад ушла из жизни мама. Такие занятия для ребёнка с инвалидностью – чуть ли не единственный способ поддерживать связь с внешним миром. Учиться в коррекционной школе он не смог. Он стал ходить к нам, он стал учить стихи, мы стали развивать память. Одно время он посещал школу для незрячих ребят, ну а в связи с тем, что очень отдалённая территория, и там надо, знаете, какой бойцовский характер, чтобы остаться. Конечно, он обучался коррекционно, вот, и всё с опозданием как бы получилось. Когда я пришла в прошлом году на занятия, то есть это был очень молчаливый, запущенный ребёнок, запущенный, ну, педагогически, вот так скажем. То есть ему было очень сложно общаться, очень сложное у неё было представление о мире. Практически все тактильные ощущения, через которые воспринимает вот этот ребёнок мир, да, то есть они проходят через собаку. То есть изучение, где голова, где глаза, где нос, то есть это вот работа руками, соответственно, это работа полушария. Дважды в неделю Саша занимается с пушистым доктором Нюшей, и канистерапия подействовала. Подросток, долгое время сидевший внутри себя, постепенно стал открываться и идти на контакт. И уже с первых уроков начал улыбаться. Она хорошая. Очень нравится. Он даже дома команды эти говорит, сесть, встать и всё. Канистерапия – одна из самых эффективных методик при работе с особенными детьми. Уже год волонтёры Омского центра «Лапу-друг» занимаются с десятками маленьких подопечных. И диагнозы ДЦП, аутизм, даун-синдром, задержки психического развития больше не звучат как приговор. Тринадцатилетнему Андрею даже простые движения – подняться или сесть – даются с трудом. Но в компании четвероногих друзей он забывает о болезни и вовлекается в игру. А после года занятий родители впервые смогли услышать, как сын заговорил. Нам нравится, как Наташа с ним работает. Активно так. То есть какие-то пошли уже прогресс. То есть начал какие-то звуки издавать. То есть для нас это счастье. Тоже начал какие-то уже слова. Тоже даже тоже па-па-па уже начал говорить. Профессионалов канистерапии в России немного. Для такой работы нужно профильное образование – педагога, врача или психолога. И чаще всего они сотрудничают с другими лечебными учреждениями. Кроме столичных, Омский центр пока единственный специализированный в стране, где сеансы проводят бесплатно. Пока здесь работают 15 волонтеров. Но кинологи надеются, что их станет больше. А мечи, у которых есть время и желание помочь, могут привезти сюда и свою собаку. После курса спецподготовки она вполне может пополнить ряды пушистых лекарей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой, – говорил Марк Твен. Не будьте равнодушными. Пусть неделя сложится удачно. Мы встретимся здесь, в Омске, через 7 дней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова